Девушки отдыхают Все интересное, что издается в CD, DVD, MP3 и даже в текстовом формате. И сегодня мы подводим очередной итог голосования, который идет на страничке рекордных новостей сайта MTV.ru. Самым ожидаемым диском апреля вы признали новый альбом Сергея Лазарева – TV-шоу. Его релиз должен был состояться 24 числа, однако был перенесен на 10 мая. Тем не менее, сегодня именно Сергей Лазарев станет специальным гостем нашей программы. Привет всем, я Сергей Лазарев. Сегодня я заехал в музыкальный магазин, чтобы выбрать кое-какие новинки для своей музыкальной коллекции. Посмотрим CD, посмотрим DVD и также расскажу о своем новом альбоме. Пошли. TV-шоу названием его нового альбома, второго по счету, сольного. В одной из песен есть такая строчка «Life is like a TV-шоу», то есть жизнь как TV-шоу. В принципе, моя жизнь абсолютно точно как телевизионное шоу, постоянно под прицелом телекамер, фотокамер, постоянно под пристальным вниманием людей. Все это похоже на некий сериал. Альбом полностью англоязычный, оригинальные треки все на английском языке. Бонус есть песня «Вспоминай», то есть русскоязычная, русская версия песни «Everytime». Мне очень нравится петь на английском языке. Я на другом языке петь не умею. Весь альбом получился очень уверенный, очень стремительный, такой прям динамичный, на мой взгляд. Но одна песня все-таки есть для любителей душераздирающих песен. Найдется, что послушать. Делаются шаги по продвижению моего репертуара и моей музыки за пределами России. «Shutter Dreams» — сингл с этого альбома. Он ротируется в клубах Англии. Это кавер-версия известного хита 80-х годов, по-моему, 88-й год. Группа «Johnny Hades Jazz». На моем первом альбоме «Don't be fake» тоже был кавер на песню Майкла Джексона. «The Earth Song». Да, без каверов не обходится, это как некий бонус на самом деле. «Fake», опять же, песня, которая была на моем дебютном альбоме, выходила там в английских клубах, да, и она там попадала тоже в чарты. Она обязательно войдет в международный альбом. Английские ребята, которые с нами работают, со мной работают, да, они все время пытаются понять, как представить меня публике, как кого, да, то есть там русский Робби Уильямс, русский Джастин Тимберлейк. И вот я, честно говоря, даже не могу себя к кому-то из них причислить. Там я представлен как Сёрджей, то есть без фамилии, просто Сёрджей. Сейчас я поеду в Лондон, там у меня будет несколько выступлений промо, и опять же, сначала я выступлю, а потом я буду общаться с журналистами, потому что, чтобы было о чем говорить, предмет разговора какой-то. Вот, и все-таки, конечно, первым на первом ставится музыка. Продакшн там просто, ну, несравнимый с российскими, с российским продакшном. Уж извиняюсь, но это действительно так. Было предложение спеть дуэтом с одной из известной певицей там. Но, во-первых, у нас как-то стало популярно среди наших российских исполнителей записывать дуэты с кем-то там, и поэтому я решил ограничиться с кисольным творчеством на этой пластинке. Что будет дальше, потом посмотрим. Мы все хотим, чтобы Сергей Лазарев был известен на Западе, и в том числе со своим альбомом «Тиви-шоу». Я думаю, у него есть все шансы, потому что, во-первых, он действительно может представлять такой, условно говоря, западный материал, потом он прекрасно говорит на английском, и вообще он, по-моему, легко переводим с языка нашей поп-музыки на язык музыки западной. Столько новых дисков, что я даже теряюсь, с чего бы начать. Я хочу взять альбом Нелли Фортада, который называется «Луз». Вот он. Просто альбом, который я заслушал в машине до такой степени, что мне стал скакать диск, поэтому мне нужно срочно купить новый. Лучший альбом, на мой взгляд, какого-то 2006-2007 года, но можно слушать сколько угодно. Он не надоедает, он актуальный. Супер. Альбом Робби Уильямса «Рутбокс». Вообще один из таких ярчайших альбомов, на мой взгляд, опять же. И очень интересный, очень хороший альбом. Вот это я прям куплю, потому что хочу послушать, что же в альбоме. Какой-то новый персонаж, Мика. Интересно, когда я первый раз услышал песню, я ее услышал в Москве, на радиостанции. Мне показалось, что это сделано специально под наш какой-то рынок, ну, то есть какой-то вот Восточная Европа, Россия. Бывают такие специальные проекты. Но оказалось, что этот альбомчик очень крепко держится в хит-парадах Англии. Меня это удивило. Ну, песня, в принципе, мне понравилась. Второй трек очень хороший, второй сингл. Поэтому я хочу послушать этот альбом от начала до конца, посмотреть, что же это такое. Голос хороший, музыка модная. Кого, к сожалению, не понимаю, но, может быть, в силу не знаю каких вещей, но вот этих персонажей. Не догоняю. Эйфория тоже по этому поводу. Может, меня сейчас закидают помидорами, конечно, люди, но... Где у нас русская музыка? Город 312. Ну, не знаю. Девочка, которая хотела счастья... Мне кажется, слишком много саундтреков. Группа Тату. Не могу обойти их стороной. Выпустили сборник лучших хитов. Возьму. Подниму продажи. Девчонкам. Ну и... Джастин. Альбом, который взрывает чарты. Хочу поехать на его концерт, съездить посмотреть, как он работает. На самом деле, очень сложно такую музыку работать на концертах. Ту, которую он играет и делает. Мне хочется посмотреть, какая там эстетика, вообще как все это сделано. Пошел. Так что, тоже возьму себе. Ну, как ни странно, но у меня нету плакатов Бейонсе. Так, где у нас DVD? Концерт Пинк. Хороший должен быть концерт. Посмотрю. Возьму. Пинк. Да пешмот можно взять. One night in Paris. Пожалуй, все. Я... Много у меня есть из того, что здесь стоит. А книгу я возьму сам, вот эту. Обложки журнала Rolling Stone. За все, наверное, года с описанием. Нормально? Такие обложечки были. Какой год? 70-й год. Нормально? О, история какая большая. Вот он. Какой он был? Джексон. Каким стал? Блондинчик. Блондинчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...